Участников вечеринки Анастасии Ивлеевой лишают эфира и рекламных контрактов. МТС, ВКонтакте, ТНТ, НТВ, а также другие медиа и рекламные компании заморозили контракты с блогером Анастасией Ивлеевой, а также артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Анной Асти. Причиной стало возмущение ряда общественных деятелей, после прошедшей вечеринки госпожи Ивлеевой с дресс-кодом, почти голой. Участники рынка полагают, что в будущем артистов и блогеров, участвовавших в вечеринке, помимо финансовых потерь из-за приостановки контрактов, могут ожидать иски от компаний, которым был причинен репутационный ущерб. Организаторы же новогодних корпоративов спешно ищут замены, замешанным в скандале звездам, говорят участники рынка. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда после проведения вечеринки. На фоне этого депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия патриоты за правду» Дмитрий Гусев призвал убрать из телеэфиров Анастасию Ивлееву и участников ее мероприятия. Была отменена, и премьера фильма Иван Васильевич, меняет все от телеканала ТНТ, в котором приняли участие Филипп Киркоров и украинская певица Анаасти, недавно получившая гражданство России. Руководство НТВ планирует вырезать сцены из новогоднего выпуска «Маски» с участием Филиппа Киркорова. Лолита Милявская рассказала, что концерты, запланированные в честь ее 60-летия, массово отменяются. Компания ВКонтакте также хочет отказаться от кадров с участием певца Дмитрия Билана в своем праздничном шоу Вике под шубой. Компания также активно сотрудничала с Аной Асти и Филиппом Киркоровым. В Вике отказались от комментариев. Большинство компаний сегмента также обсуждают приостановку контрактов с участвовавшими в мероприятии звездами. Так, компания МТС уже убрала с официального сайта фото госпожи Ивлеевой. Теперь в разделе можно найти только актера Дмитрия Нагиева. Ситуация, которая происходит сейчас, напоминает прошлый год, когда многие звезды эстрады и телеведущие после высказываний против военных действий на Украине пропали из сетки передач каналов. Но участников вечеринки могут возбудить уголовные дела о пропаганде ЛГБТ и экстремизме. А у организатора мероприятия, популярной ведущей Анастасии Ивлеевой, уже начались неприятности с налоговой службой, отметил источник в этом ведомстве. Пока же пострадал только рэпер Васия, который пришел на вечеринку в одном носке и с сумкой. Рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. У Анастасии Ивлеевой уже обнаружены налоговые риски. С 2020 по 2022 годы она якобы недоплатила государству 150 миллионов рублей, из которых затем 13 миллионов погасила. Ее представитель сообщил налоговикам, что до конца года заплатить оставшиеся 137 миллионов у блогера возможности нет. Налоговые органы установили, что блогер применяет в своем бизнесе упрощенную систему налогообложения, а также схему дробления бизнеса, уже известную по уголовным делам других блогеров, например Елены Блиновской. О том, что Федеральная налоговая служба начала проверку дел Анастасии Ивлеевой после голой вечеринки, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. После проверки с большой степенью вероятности уголовное дело все-таки возбудят. 1 января на Лайф-Арена должно состояться зимнее шоу с участием Лолиты, Филиппа Киркорова и Димы Билана. На официальном сайте мероприятия концерт анонсирован, как пижама-пати. За соответствующий дресс-код гостям предлагается Глинтвейн. Стало известно, что эта вечеринка уже под вопросом после произошедшего. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил официальное обращение в адрес федеральных каналов, в котором потребовал убрать из новогодних и рождественских эфиров артистов за неподобающее поведение. В опубликованном документе Гусев призвал навсегда лишить опальных знаменитостей возможности пиариться на федеральных каналах, сославшись на необходимость поддерживать российских бойцов. Скандальная голая вечеринка звезд в баре Мутабор, совсем за гранью добра и зла. Призываю убрать героев вечеринки из новогодних голубых огоньков. У звезд нашей эстрады двойные стандарты. С одной стороны, они за СВО и традиционные ценности, с другой позволяют себе такое. Кстати, наши бойцы уже выступили против подобного подведения. Сейчас вообще не время для таких вечеринок. Надо убирать с государственных каналов таких звезд. Резко высказалась в адрес участников и самого действа, и актриса Яна Поплавская. Знаменитость, которая яро выступает за поддержание патриотизма и полное изгнание всех неугодных и неверных, и в этот раз не полезла за словом в карман. Как и Пучков, в эфире федерального канала актриса публично пристыдила Ивлееву, потребовав наказать ее по всей строгости закона. По словам Красной Шапочки, своим поведением блогер и все ее сподвижники наглядно дали понять, что закон для них не писан, а если писан, то не так. Люди, собравшиеся на этой вечеринке, люди в кавычках, они демонстрируют абсолютно прилюдно, что законы для них не законы. Мы будем делать, что хотим, и что вы с нами сделаете. Разразилась монологом она в прямом эфире. Последний гвоздь, в крышку гроба полыхающей репутации Ивлеевой, Киркорова и Орловой вбил Юрий Лоза. Ярый патриот пришел в неистовство из-за откровенных видов и царящего беспредела. В своем обращении исполнитель хита Плот предложил спустить семь шкур с тех, кто попрал моральные нормы и позабыл об истинной цели настоящего артиста. Я думаю, что надо предавать таких героев забвению, ведь какое самое страшное наказание для артиста, что его забыли. Думаю, не надо пиарить все эти вечеринки, зачем давать инфоповод. Они делают все, чтобы о них говорили, и вот они добились своего. Если вы хотите с ними воевать, не пишите о них, и вся шумиха уйдет в небытие. Конечно, забыть и вычеркнуть, не писать такое, заявил артист. Активисты движения «Внуки» также поддержали всеобщий ажиотаж, направленный на окончательное низвержение потерявших берега артистов. Общественники опубликовали соответствующие заявления концертным площадкам с просьбой отказаться от сотрудничества с артистами, которые приняли участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. В тексте заявления общественники подчеркнули, что пропаганда разврата недопустима в нашем обществе. Также активисты обратили внимание, что разгульное поведение звезд должно привести к всеобщему порицанию. Подобное вульгарное поведение тех, кто имеет большую аудиторию, недопустимо в разгар специальной военной операции, когда российские военнослужащие защищают интересы нашей Родины во благо общего будущего. Считаем, что пропаганда развратного образа жизни недопустима в обществе, которое отстаивает традиционные ценности. Мы просим рассмотреть возможность отказа в предоставлении площадок, этим артистам говорится в обращении. Продолжение следует...